МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожность не помеха. Минздрав Дагестана обратился к жителям республики с просьбой быть особенно внимательными при использовании газовых приборов. 80 миллионов на реконструкцию. Дагестанское село Реча Агульского района вошло в число 10 победителей на получение гранта Минстроя России. В Дагестане выпало за ночь на 11 января аномальное количество снега. В столице республики зафиксировано 25 сантиметров осадков. Снегопад практически полностью парализовал движение в Махачкале. С самого утра около 600 человек и 25 единиц техники вышло для расчистки осадков. Активное содействие оказали районные администрации. Разделившись на группы, они убрали снег на тротуарах города. Кроме того, в течение всей ночи будут проводиться работы по обработке антигололедными средствами. Особое внимание уделяется путепроводам и центральным магистралям, на которые приходится наибольшая транспортная нагрузка. Отметим, что минусовая температура держится в Махачкале с 7 января. Уже завтра синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 6 градусов. Снегопад, выпавший по районам республики, доставил кому-то радость, а кому-то немало проблем. Заснеженные дороги, метель, сугробы, большого снега Дагестан не видел очень давно. В связи с этим руководство МЧС проводит совещание с единой диспетчерской службой. По первым сообщениям, непогода вызвала аварийное отключение света в 26 населенных пунктах и частично в двух городах Махачкала и Хасавюрта, оставив более 60 тысяч жителей республики без электроэнергии. Но беда не приходит одна и без газоснабжения остались жители одного из населенных пунктов Бабаюртовского района. Также в целях безопасности было ограничено движение на участке дороги до поселка Талги. По сообщениям Дагавтадора, в ликвидации последствий «Снегопада» и «Гололедица» задействовано 350 человек и 130 единиц техники. Сотрудники МЧС в эти дни участвуют не только в устранении последствий непогоды, но и совершают добрые дела. В Главное управление МЧС по республике поступил звонок о том, что по улице Добролюбова 2А города Махачкала с угробами заблокировало выход из дома одинокой пенсионерки. На место выехала группа спасателей и высвободила из снежного плена пожилую женщину. И к другим темам. Некачественная продукция не пройдет. 63 тысячи тонн продуктов животного происхождения проконтролировал Россельхознадзор на российско-азербайджанской границе за 2022 год. В основном это молочная, рыбная, мясная продукция, а также субпродукты и корма. Самым крупным импортером по итогам года стала Турция, которая ввезла в республику около 40 тысяч тонн продукции через пропускной пункт Яроказмоляр. За время работы инспекторов ветеринарного контроля в минувшем году было задержано и возвращено отправителям 7 большегрузов, не соответствующих требованиям пограничного контроля. Минздрав Дагестана обратился к жителям республики с просьбой быть особенно внимательными при использовании газовых приборов. Статистика отравления и несчастных случаев при использовании средств обогрева растет ввиду погодных условий. Специалисты просят не спать в комнатах с газовым отоплением, хорошо проветривать помещение и не оставлять в гаражах машины с включенным двигателем. Наиболее распространенные симптомы отравления угадным газом – это головная боль, тошнота и рвота, головокружение, усталость, сонливость, одышка, затрудненное дыхание. Чем дольше вы вдыхаете угарный газ, тем хуже могут быть ваши симптомы, вплоть до потери сознания. Первая помощь, которую можно оказать пострадавшим в таком случае, это в первую очередь, во-первых, нужно вынести пострадавшего на свежий воздух, устранить утечку угарного газа с соблюдением собственной безопасности. Во-вторых, облегчить дыхание, очистить дыхательные пути, если пострадавший потерял сознание, повернуть его на бок. И в-третьих, это стимулировать дыхание, дать нашатырь, растереть грудь, согреть конечности. И самое главное и важное, это вызвать скорую помощь. Выпуск продолжит краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест». Затем продолжим. Не переключайтесь. 2022 год оказался самым рекордным для аэропорта Махачкалы. Дагестанская воздушная гавань подвела итоги и выяснила, что объем пассажиропотока за этот период времени составил более 2,5 миллионов. Этот показатель выше, чем в предыдущем году, почти на 24%. Всего совершено более 20 тысяч взлетов и посадок самолетов. Самыми популярными международными направлениями стали Стамбул, Дубай, Анталия и Ташкент. По России, столицы Дагестана чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург и Сургут. Консервный завод в Кикуни в скором времени вновь начнет работать. Это решение приняло новое руководство предприятия, сообщает Радио Прибой. Напомним, Кикунинский консервный завод ранее находился в стадии банкротства. Имущество было конфисковано в пользу Россельхозбанка, который провел аукцион и продал предприятия крупной дагестанской компании. Как сообщает новое руководство, функционировать завод начнет уже в феврале текущего года. Для этого проведут необходимые ремонтные работы, подготовят оборудование к приему первичной продукции, а бывших сотрудников вернут на свои рабочие места. Дагестан вошел в топ рейтинга по средней продолжительности жизни населения. По данным издания Федерал Пресс, больше всего долгожителей в регионах СКФО. Список возглавляет Ингушетия. Там средняя продолжительность жизни составляет 80 лет. Наша республика расположилась на втором месте с показателем 76 лет. Согласно этому исследованию, в среднем по России здоровая и счастливая человеческая жизнь продолжается до 70 лет. Почти миллион ягнят появилось на свет в зонах отгонного животноводства в Дагестане в 2022 году. Такие данные озвучил Минсельхоз Республики. В этом году зима была очень удачной, говорят специалисты. Погодные условия обеспечили сохранность 98% молодняка. Долгожданная новость для женской части населения республики. Совсем скоро, именно 23 января, в Махачкале откроет свои двери женский духовно-образовательный центр «Марьян». Об этом сообщила директор учреждения Марья Махматилова. Центр призван помочь всем женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас здание, которое расположено на улице Лазо, завершаются подготовительные работы. Здание, в котором мы изначально планировали открывать центр, оказалось не таким надежным. Строители сообщили, что есть проблемы с фундаментом. Он слабый. И старое здание Муфтията проще снести, чем отреставрировать. Из-за чего все наши начинания могли бы сдвинуться на неопределенный срок. Мы планировали открыть центр в январе. Но по требованию рабочих, открытие перенеслось бы на неопределенное время. Вначале это запоздало сообщение от бригады строителей, изрядно испортило нам настроение. Но руководство Муфтията решило, что вопросы женщин нельзя переносить, ведь такой центр для женщин нужен уже давно. Таким образом, под женский центр «Марьян» выделили готовое пятиэтажное здание на улице Лазо, которое ранее спонсор передавал под нужды Муфтията. Сейчас в здании уже идет косметический ремонт. Вместе со студентами факультета дизайна ГПК мы разложим здесь вещи, которые вы передавали центру. Надеемся открыть центр «Марьян» 23 января, ведь и мы, и вы, и наши спонсоры приложили для этого все усилия. И мы верим, что с помощью Всевышнего у нас это получится. Верим в то, что этот центр поможет женщинам преодолевать трудности, пройти испытания, найти себя и начать новый этап в своей жизни. Дагестанское село Реча Агульского района получат более 80 миллионов рублей на реконструкцию. Проект благоустройства вошел в число 10 победителей на получение гранта на конкурсе от Минстроя России. Категория, в которой участвовал аул, определена как исторические поселения. На выделенные денежные средства местные власти собираются реконструировать центральную улицу. Здесь расположены родник, гадикан, площадь отжима мечети и памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!